Друзья, добрый день. Спасибо. Я рад вас всех видеть. Мне очень приятно выступить на такой грандиозной конференции перед единомышленниками, своими коллегами и людьми, неравнодушными к российской игровой индустрии. И остался, наверное, последний шаг, он трудный самый, перед тем, как все мы пойдем, наверное, на вечеринку, последние лекции с воркшопом. Поэтому прошу вас запастись терпением, надеюсь, что смогу чем-то вас удивить. Сегодня мы поговорим про метамеханики мобильных игр и, собственно, затронем такие вопросы, как рынок мобильных игр, каким он был в 2023 году и какие у него перспективы. Поговорим о том, что такое метамеханики и каким образом их создавать. Также мы рассмотрим типы метамеханик, приведем примеры и в завершение сделаем такой небольшой воркшоп и сможем придумать настоящий ивент мобильной игры. Все серьезно, все по-взрослому. И в рамках этого воркшопа все желающие смогут пропитчить идею своего ивента для мобильной игры. И победителем мы выберем голосование. И победитель получит книгу Скотта Роджерса «Руководство по созданию классных видеоигр Level Up». Возможно, вы ее знаете. Я ее даже могу продемонстрировать. Она у меня с собой. Да, эта книга предоставлена издательством «Бомбора». У него есть игровое направление, которое, собственно, делает такие классные книги. Зовут меня Сироткин Юрий. Я автор канала «Практика геймдизайна». И я являюсь экспертом всероссийского конкурса «Начни игру». Также, собственно, поучаствую за свою, хочется сказать, короткую, но уже, наверное, не очень, жизнь в таких проектах, как «Айрстрайк», «Гульфтюндер», «Кеннис Эдвенча», «Звездный легион битвы за оранжевую планету», «Empire City», «Heroes of Loop» и некоторых других. В общем-то, в течение моей жизни я начал заниматься сначала level дизайном, потом был перерыв, я, собственно, не занимался ничем в игровой индустрии и вернулся уже в роли геймдизайнера в возрасте 37 лет. И когда я вернулся, собственно, я начал заниматься в основном метамеханиками мобильных игр. Также, помимо того, что я геймдизайнер, я провожу мероприятия для начинающих, продолжающих разработчиков. Это всевозможные геймджемы, хакатоны, просто конкурсы. Вот совсем недавно был конкурс «Начни игру», финал его проходил в Казани, где я тоже выступал как эксперт в направлении геймдизайн. В других мероприятиях я являюсь спикером, экспертом, судьей. И вот даже есть межвузовский московский геймджем, который из-за трагических событий пока что не завершился. Финальный день плейтестов и, собственно, питчей, он пройдет 6 апреля. Я в нем тоже участвую как организатор. И вообще говоря, очень хочется сделать несколько интересных проектов для разработчиков и во имя разработчиков, но, наверное, сейчас не об этом. Сейчас мы поговорим по поводу рынка мобильных игр. Итак, аналитическая компания Ньюзу обруковала прогноз для глобального мирового рынка мобильных игр на 2024 год. И, собственно, по этому прогнозу рынок должен составить 189 миллиардов долларов. Это чуть больше, чем в прошлом году. Цифра достаточно внушительная и показательная, что мобильный гейминг составляет практически 50% от этого рынка, а именно 90 миллиардов долларов. И является лидирующим среди всех сегментов этого рынка. О чем это нам говорит? Собственно, нам это говорит прежде всего о том, что если мы хотим заработать, то стоит рассмотреть мобильный рынок и, в общем-то, туда идти. По данным уже компании Statista, прибыль рынка мобильных игр составляет 89 миллиардов. Это, на самом деле, чуть меньше, но плюс-минус миллиард, казалось бы, бог с ним. Но что самое показательное? К 2028 году численность пользователей мобильных игр составит, по-моему, 2 миллиарда человек. Это достаточно много. Сейчас он составляет 172 миллиона человек. И он растет, этот рынок, в отличие от других сегментов, где пользователи ПК-игр, например, они примерно остаются в тех же числах. Такими же были популярными у нас категории игр в 2023 году. Собственно, как мы видим из этого слайда, самыми популярными играми являлись казуальные игры. И составил их доля, ни много ни мало, 87%. Это, в общем-то, сильный отрыв они сделали от остальных жанров и категорий. Что же входит в казуальные игры? Ну, как мы понимаем, это входят туда головоломки, аркады, гиперказуальные игры, симуляторы. Но особенно хотелось бы отметить, что в число головоломок входят такие игры, как Match 3, как игры с механиками Merge, Merge 2, Merge 3. Это тоже очень важно. Если посмотреть разбивку более подробно, то мы тоже с вами увидим, что вот как раз гиперказуальные игры и, собственно, головоломки составляют по 30 с чем-то процентов. Это тоже лидеры категории. Какими мидкорными играми вы могли, собственно, увлекаться в 2023 году? Наверняка вы их многие узнаете, которые показывали хорошие показатели роста, прибыли и так далее. Среди всех этих игр хочется особенно отметить Legend of Slime. Мы к этой игре еще вернемся и поговорим о некоторых ее механиках. Ну, а также, кроме мидкорных игр, конечно же, в мобильном сегменте были и казуальные игры. Казуальные игры тоже показывали хороший рост. И среди них есть игры и Merge 3, и Merge, и другие. Ну, давайте предположим, что мы с вами не знаем, что такое метамеханики. И немножко поговорим о них. Что же это такое? В общем-то, есть замечательная статья, которую написал когда-то Александр Семенов по данным и со слов Андрея Костюшко. И в этой статье говорится о том, что метамеханики и, собственно, мета-игра это секретное оружие, которое влияет даже на тех, кто в ином случае успешно сопротивлялся бы играм, заставляет в ежедневные задачи обязательно внести минимум час на выполнение игровых действий, заставляет тратить деньги на то, чтобы показать другим игрокам, кто здесь круче. Кстати говоря, Дмитрий Гусаров это обнаружил примерно где-то в 2010-х годах, когда разрабатывал игру Music Wars. Может быть, вы когда-то ее слышали, играли в нее. И это секретное оружие, которое заставляет переигрывать уже пройденную игру, не получая от этого удовольствия. Казалось бы, зачем нам переигрывать в игру, которую мы не получаем удовольствия? Все достаточно просто, потому что мета-игра и мета-механики – это, собственно, механики, которые направлены в первую очередь на выполнение целей разработчика, а не на развлечение и на выполнение целей игрока. Собственно, вот такую парадигму я попрошу принять вас в рамках моего выступления и исходить из этого. Почему же, собственно, хочется использовать такой подход? В чем его смысл? Практичность такой формулировки состоит в том, что она постулирует самое важное в мета-механиках. Несмотря на наличие наград, которых может не быть, на нахождение вне игры, в то, что они направлены на выполнение целей разработчика, вот это самое-самое важное. То есть мета-механики направлены на выполнение целей разработчика. И это нам нужно сейчас принять. Что же нам нужно, на какие вопросы нам стоит ответить при создании ивента мобильной игры? Ну, прежде всего, конечно же, стоит определиться с тем, какая механика будет у этого ивента, за что дается валюта внутри этой механики, какой длительности будет ивент, какие цели, как разработчики мы ставим перед этим ивентом, что мы хотим увеличить. Это может быть вовлечение, удержание, возвращаемость игроков, так называемый retention. Это может быть время сессии. Также это может быть увеличение среднего чека игрока или среднего чека платящего игрока. Можно ли запустить данный ивент с другими ивентами? И, собственно, можно ли добавить у него другую механику? Если да, то какую? И мы переходим, наверное, к самому интересному, к типам и примерам метамеханик. Как вы знаете, есть такая замечательная механика Battle Pass. Она является, в принципе, классической. Появилась она в 2013 году, обрела популярность в 2018. Но что здесь важно? Battle Pass – это механика, в которой вы видите две полоски наград. Одна из них бесплатная, другая платная. По мере продвижения в этой механике, собственно, мы получаем награды и в конечном итоге можем даже получить какую-то супернаграду. Это уже тут на усмотрение разработчика. Как правило, эта механика достаточно длительная по времени. Вот в данном примере, например, она составляет 25 дней. Некоторые разработчики пробуют это сделать в течение двух недель, запускать Battle Pass. Кто-то, как правило, не больше месяца, в принципе, длительность составляет. Что здесь интересного? Вообще, Battle Pass – это механика пришла как альтернатива подписочной механике. Но если подписочная механика нам давала какие-то бонусы и привилегии просто за то, что подписку, то есть заплати, и, в принципе, ты можешь расслабиться и играть меньше, потому что привилегии у тебя уже сами собой появились. То есть мы как бы мотивировали, получается, игрока просто заплатить, но не играть дальше. В то время как Battle Pass мотивирует игрока не только заплатить, но и играть дальше. Играть дальше пусть и с комфортом, но продолжать играть. И в этом как бы принципиальное отличие. Почему, собственно, я использую скриншоты из Homescapes? Да просто потому, что они здорово и очень наглядно объясняют, собственно, как происходит процесс игры в эту механику. И вот что тут тоже можно отметить, что при прохождении уровней внутри игры, это еще одна в целом метамеханика, но она добавлена, может быть, и в Battle Pass, что при прохождении уровня с первого раза мы получаем удвоенное количество ивентовой валюты. Соответственно, это нас мотивирует не проигрывать и играть как можно лучше и, соответственно, получать больше ивентовой валюты. Ну и, соответственно, наградами в Battle Pass могут быть совершенно такие разные и бустеры, и бонусы, и аватарки, какие-то рамки для аватарков, все, что, в принципе, вы пожелаете. И это нам дает возможность, собственно, сделать несколько видов, на самом-то деле, Battle Pass. И вообще, вот смотрите, если у вас есть задача, вот у нас есть в игре Battle Pass уже, вот представим, он у вас уже есть, и у вас возникает вопрос, как увеличить монетизацию игры? Казалось бы, это очень непростой вопрос, но на него есть очень простой ответ. И он заключается в том, что создать второй Battle Pass. Как бы, как это не звучало бы, наверное, просто, может быть, даже отчасти цинично, но, тем не менее, это работает. И таким образом, то есть во многих играх, ну, давайте я сначала покажу, то есть, например, игра Legend Master Adler использует аж 7 Battle Passов. Причем самое интересное, что и награды внутри этих Battle Passов, они, в принципе, ничем не отличаются. Как мы видим, там, да, мы получаем какую-то валюту, но на эту валюту, возможно, мы можем что-то приобретать. А вот что приобретать, тут уже вопрос. Мы можем сделать, например, один Battle Pass, в котором мы можем приобретать скины, какие-то там скины оружия, да, второй Battle Pass может быть давать награду скины персонажей или там чего-то еще. Третий Battle Pass может быть давать какие-то там уникальные рамки, аватарки и так далее. И вот помимо того, что мы можем сделать много Battle Passов, мы еще можем сделать и несколько уровней Battle Pass. То есть покупка может быть как стандартной, так и премиальной, так и суперпремиальной. В принципе, наверное, мы можем даже попытаться этот ряд продолжить. Ну, естественно, премиальная покупка дает нам первоначальный буст сразу, несколько уровней мы проходим до этого Battle Pass и дает какие-то, в принципе, уникальные награды, например, как в данном примере, аватарку. Что, значит, стоит сказать по поводу сложности Battle Pass, как мы сделаем прогрессию. Она нелинейная и на начальном этапе, как правило, дается, в принципе, первый подарок дается бесплатно. И в самом начале желательно даже в платном пропуске поставить те награды, которые будут мотивировать человека купить. И чем дальше по мере продвижения в этом Battle Pass игрок будет идти, тем больше у него будет сожалений по поводу того, что он не покупает вот эту платную, собственно, линейку наград. Ну, наверное, про Battle Pass можно говорить бесконечно. В принципе, это тема даже на отдельной лекции, потому что действительно это такой мощный инструмент. И, возможно, мы к нему еще вернемся. Ну, теперь давайте поговорим о том, что есть такие метамеханики, как ежедневки, ежедневные награды и цепочки заданий. Почему я, собственно, их объединил, хотя это, казалось бы, разные вещи. Ну, собственно, ежедневки и ежедневные награды, они во многом похожи, потому что мы их получаем каждый день. Но если ежедневную награду, в принципе, мы получаем просто за вход, за вход в игру, и если, значит, мы какой-то пропустили день, то мы не дойдем до финальной награды в течение недели. А вот Homescapes идет дальше, и даже в течение месяца он нас тоже мотивирует заходить в игру. И если мы в течение месяца каждый день будем заходить, то мы сможем получить какие-то супер подарки, аж месячная такая есть награда. Вот, ежедневки же, это, в принципе, давно известный механизм, когда мы каждый день делаем какие-то рутинные задачи, тоже получаем бонусы. И стоит сказать, что есть цепочки заданий, они, в принципе, похожи как раз на ежедневки, почему я их сюда включил. То есть, когда за выполнение каких-то задач просто мы получаем тоже награду. Что интересно, вот в примере Lendget of Slime, который справа, расположен, некоторые задания открывают нам новые фичи в игре. То есть, это тоже своего рода метамеханика такая, которая мотивирует игрока играть дальше и, собственно, вовлекаться все больше и больше в геймплей. Теперь хочется сказать про такую метамеханику, которую я, с вашего позволения, назвал ивент и событие. Но вы, конечно, можете возразить, что, в принципе, метамеханика и ивент – это не совсем одно и то же. По ивентам можно вообще понимать все, что угодно. Но, тем не менее, вот в данном случае хотелось бы сказать, что ивент, я вот вкладывал такой смысл, что это либо ивент на какое-то декорирование, либо это ивент с отдельной механикой экспедиции, или же отдельной механикой мерджа и другие. И тут вы тоже можете сказать, что ну как же так, мердж, например, и экспедиция – это совершенно отдельная механика, это отдельная игра. И, к счастью, в этом нет противоречия. Потому что, если наш основной core gameplay составляет какую-то отдельную механику, то ее метамеханикой может быть, собственно, другая механика, другой геймплей, который является core gameplay'ем другой какой-то игры. Это тоже дает нам возможность, в общем-то, для творчества и возможность создавать такие свои уникальные ивенты. И в том числе тестировать то, что сейчас популярное на рынке, имеет какие-то тренды. Если мы видим, что мердж-игры пользуются популярностью, почему бы не сделать ивент на мердж, и тогда, собственно, мы вовлечем аудиторию и расширим ее. Что касается… Да, есть, как я вначале говорил, то есть разного рода есть механики, к сожалению, наверное, и нет пока что единой классификации, нет механик. Может быть, вы меня поправите, если знаете. Но это крайне важный вопрос. Я считаю, что без этого вообще, говоря, даже нельзя, наверное, двигаться дальше. И вот вместе с вами я предлагаю на эту тему порассуждать, потому что есть соревновательные механики, но, в принципе, любая такая мета-механика является соревновательной. Просто одно дело, если мы соревнуемся, скажем так, просто с… Ну, ПВЕ, что называется, да, с врагами, вы говорили. Другое дело, если мы соревнуемся с какими-то игроками, ПВП-механики. Есть, собственно, такие вещи, как просто механики, направленные на улучшение… Ну, как бы на более комфортный игровой процесс. Соответственно, есть командные механики, которые, в общем-то, сейчас уже нельзя, наверное, не использовать. И даже хоть если на старте, понятно, что игра старается нас увлечь корр-механикой, которая не является там социальной и так далее, да, то сейчас вот уже не вводить в игру социальные механики – это значит урезать себе огромную часть аудитории и возможность ей как бы увлечься игрой именно за счет командного взаимодействия, общения с другими игроками и, собственно, вот таких вот командных, ну, условно назовем это, разборки. Поэтому вот тоже Homescapes не стал исключением и сделал такой вот турнир союзов. Что здесь интересно? Помимо того, что каждый игрок вкладывает своими усилиями вклад в достижение общей цели, в, собственно, в достижение какой-то высшей позиции в этом командном зачете, кроме этого имеется еще и, собственно, соревнование внутри, внутри самой команды. Конечно, многих это раздражает, потому что, казалось бы, мы все вкладываем и пытаемся выиграть общую, да, какую-то награду, но кто-то из нас оказывается лучший и получает еще и дополнительную награду. Но если мы действительно выиграем какую-то общую награду, в принципе, это нивелируется, значит, это победа других игроков, потому что мы, в принципе, получаем награду командную. Что хотелось бы сказать? Помимо таких вот разборок, которые можно назвать, там, какие-то воины, гильдии это могут быть, или что-то еще, есть просто командная работа для достижения общей цели. В принципе, вот она называется «Сундук союзов Хонкс Кейпс». Ну, в других играх может называться по-разному. Просто когда мы достигаем какого-то показателя, то есть собираем ивентовую валюту, выполняя какие-то задания, опять же, и проходим, например, просто уровни, из-за этого получаем ивентовую валюту, и таким образом делаем общий вклад. Вот здесь вот что стоит отметить, что помимо того, что мы просто достигаем какую-то общую цель, казалось бы, да, вот одна общая цель, здесь вот 1300 ивентовую валюту нужно собрать для достижения последней награды, мы ставим промежуточные цели. И это тоже очень важно, потому что если мы поставим какую-то далеко идущую цель, например, там, через 15 лет мы хотим стать директором какой-то там игровой студии, то через год мы не сможем оценить, насколько близко мы уже, или еще недостаточно близко, или нам все те же 15 лет еще впереди придется пройти. Поэтому мы ставим некие такие более короткие сроки, в которых тоже помещаем награду, и это более наглядно и более мотивирует, скажем так, игроков более активно участвовать в этом ивенте. Ну, что касается теперь соревновательных метамеханик. В принципе, здесь, наверное, тоже не открою Америку, в принципе, соревновательная механика, это соревнования в некоторых группах, группы, кстати говоря, тоже могут быть поделены по категориям, когда мы за какой-то период должны, в общем-то, победить других игроков. Это могут быть совершенно короткие соревнования, то есть в течение, например, часа мы должны что-то делать, и тогда вот по итогам этого часа мы достигнем результата. Это могут быть и более длительные периоды, например, до трех дней, когда мы соревнуемся, и, например, даже может быть такая механика совмещена с механикой командной, тоже взаимодействуем, когда там эта битва, например, за какой-то район. То есть мы что-то делаем, выполняем задания и делаем общий вклад, таким образом делаем вклад в общую копилку. Что здесь интересно? Эту механику можно разнообразить не только тем, что мы просто проходим условно какие-то уровни, играем в игру, то есть занимаемся тем, что играем в корр механику и в корр геймплей. Мы можем сделать какие-то дополнительные бонусы, например, на уровне и каким-то образом с ними взаимодействовать. То есть, например, мы должны просто, играя в эту же игру, в этот же корр геймплей, собирать новую игровую валюту. Или, например, использовать какие-то бонусы, или что-то еще. То есть таким образом мы разнообразим привычный корр геймплей и увеличиваем, собственно, вовлечение игроков в этот процесс. Как правило, значит, еще в играх жанров матч-3 существует такая механика, как усиление перед уровнем. Тут надо сказать, что я глубоко убежден, что эту механику можно использовать не только в играх жанра матч-3. Я не понимаю, почему этого еще не делают в других жанрах. Если что, берите себе на заметку. Но помимо того, что есть стандартные какие-то усилители перед уровнем, которые можно взять, существует еще также, собственно, ивентовая такая механика, которая длится какое-то время. Как, например, вот здесь три дня длится. Которая позволяет получать бонусы и усиливать, собственно, бонусы перед уровнем в зависимости от того, как успешно вы проходите уровень. Если вы играете и не проигрываете, соответственно, ваше усиление становится более значимым. И таким образом мы не только мотивируем игроков увеличивать время сессии, когда у нас максимальное усиление этих самых бонусов, но тем самым мы и мотивируем игроков не проигрывать. А для того, чтобы не проигрывать, порой приходится использовать какие-то бонусы, что-то еще. И это позволяет нам мотивировать игроков даже к покупке какой-то внутриигровой. Стоит сказать, наверное, о том, что есть еще разные сложности уровней. И это тоже, кстати говоря, достаточно интересная механика, когда по сложности уровня мы получаем разную по содержанию награду. Что касается теперь генерации бонусов на уровне. Есть дополнительные такие механизмы, которые позволяют тоже разнообразить геймплей. И вот, например, в каком-то рамках Battle Pass мы можем тоже выдать одну из наград. Это генератор новых бонусов. И таким образом, играя в тот же самый Core Gameplay, мы получаем возможность получать дополнительные бонусы при накоплении, собственно, вот этого генератора бонусов. Ну, про градацию уровней, собственно, я только что сказал. То есть это тоже механика, которую следует использовать в разных играх, не только в жанре Match 3, но и в других. И вот интересная есть механика. Механика с возвращением. Казалось бы, если человек долго не играл в игру, и вот он в нее заходит, и игры вот в жанре Match 3, например, как Homescapes и Royal Match, предлагают нам получить подарок. И то же самое делают, в принципе, игры в жанре Adly, когда мы какое-то время даже просто не заходим в игру, бездействуем, когда мы заходим, получаем, собственно, увеличенные какие-то награды. Собственно, почему это хорошо и здорово? Ну, потому что вот эта игра нам как будто бы говорит, здорово, мы с тобой давно не виделись, мы рады тебя видеть. Давай, дружище, заходи, вот играй. И если даже человек когда-то ушел из игры, потому что ему было сложно как-то, или с какими-то столкнулся трудностями, то здесь мы ему накидываем дополнительных бонусов и, собственно, вовлекаем игроков по новой, собственно, в этот игровой цикл. Так, немножко голопом по Европам пробегусь по таким механикам, как магазин, event и вот X4 я назвал. Собственно, магазин. Ну, магазин, наверное, не совсем однозначно можно приравнять к метамеханике, но магазины, безусловно, существуют во многих мобильных играх. Но самое интересное происходит, когда мы этот магазин приурочиваем и создаем специально под какой-то ивент. Например, у нас событие какой-то, Новый год, например, праздник. И мы делаем праздничный магазин, в котором даем возможность купить за игровую валюту, может быть, это за хард-валюту, может быть, за софт-валюту, какие-то уникальные наборы, подарки, там, не знаю, аватарки, скины и так далее. Что здесь интересного? И помимо этого мы можем еще накрутить более, сделав такую механику, как X4. Ну, можно было и сделать X3. Что я тут имею в виду? Это значит, что мы за те же самые деньги можем продасти в 4 раза больше игровой валюты. Казалось бы, это должно создавать какой-то дисбаланс. Но благодаря тому, что мы все эти три механики совместно используем, то мы, с одной стороны, мотивируем игроков покупать валюту для того, чтобы оплачивать покупки в магазине. С другой стороны, мотивируем игроков тратить эту самую валюту. Таким образом, мы создаем некий баланс между тем, что мы даем и тем, что мы предлагаем. Ну и, собственно, о балансе, конечно же, стоит позаботиться, стоит за ним следить. Потому что, действительно, если мы дадим слишком много игровой валюты, ну, это уже очевидно, что, возможно, следующие какие-то наши ивенты или метамеханики не будут провоцировать и мотивировать людей на покупки. Что следует сказать про вип-уровни и подписку? Ну, про подписку, в принципе, я уже вначале сам сказал, что альтернативой подписки к настоящему моменту является Battle Pass. Подписка позволяла и позволяет, если вы ее внедрите, позволять какие-то бонусы. на ежедневной основе, пока подписка действует, давать какой-то увеличенный прирост какой-то игровой валюты. Но следует особое внимание уделить вип-уровням. Это очень важно. Почему? Потому что вип-уровни, например, можно давать за количество, собственно, потраченных игроком денег. То есть мы конвертируем деньги, которые игрок задонатил, в игровую, ну, собственно, в вип-очки. И с каждой покупкой эти очки растут, соответственно. И при пересечении какого-то рубежа мы, собственно, выдаем следующий вип-уровень. Вип-уровень может давать игрокам какие-то, возможно, привилегии. Возможно, это будет какой-то автобой. Возможно, это будут, собственно, наборы какие-то дополнительные, которые игрок не может купить, находясь там на вип-уровне ниже. Могут быть уникальные награды, могут быть, ну, просто какие-то дополнительные режимы игры. Все это, в общем-то, расширяет функционал игры и позволяет, таким образом, ну, собственно, мотивировать тоже людей, игроков к тому, чтобы они больше вкладывали, собственно, и времени, и средств в игру. И таким образом, кстати говоря, позволяем мы им как бы ценить то, что они прошли уже такой длинный путь и имеют уже вот такой статус, то есть вип-статус там какого-то условно высокого уровня с множеством привилегий. Вот. Но теперь хочется немножко поговорить про Legend of Slime и, конечно же, о такой интересной механике у них как усиление за просмотр рекламы. Вообще говоря, есть замечательное видео, вот здесь есть ссылка на него, по поводу того, как, в принципе, какие есть точки монетизации в этой игре. И там примерно где-то там самые главные точки монетизации выделены. Одной из них является как раз вот такая вот механика усиления, то есть баф, получение бафа за просмотр рекламы. То есть там попросту вылетает сундук в игровом цикле Core Gameplay. И в этот сундук, собственно, когда нажимает игрок, ему предлагается посмотреть рекламу и получить какой-то баф там на 10 минут. Собственно, когда игрок посмотрел рекламу, и он уже играет с этим усилением, и, соответственно, ему хочется, ну, все больше и больше, как бы, получать возможности вот игровых, то есть, соответственно, он становится сильнее, и уже без этих возможностей ему играть неинтересно. Поэтому, когда этот баф заканчивается, то, соответственно, его возможности проседают в данный момент, и когда летит следующий сундук, собственно, он тоже может, ну, снова он захочет его, в общем-то, получить. Но разработчики этой игры, я вот, честно говоря, сам этого не видел, да, но, по-моему, в этом видео говорится следующее, что разработчики этой игры пошли дальше, и они сделали возможность получать вип-уровни за просмотр рекламы. То есть, чем больше человек смотрит рекламу, тем больше таких условных очков он зарабатывает, и получается, что получает больше привилегий. Это очень интересный ход, и я думаю, что стоит его взять на вооружение. Да, ну, тут буквально пару слов, что есть, не буду подробно останавливаться, просто в разных играх есть разные режимы, они могут быть, в принципе, очень похожими. Но что самое интересное, что мы можем просто сделать возможность входа в эти режимы за разную игровую, там, ивентовую валюту, и, собственно, и получение обеспечить разных наград. При том, что, собственно, режимы нам не придется сильно менять между собой, просто сделать разную цену за вход. Что касается мета-ройал матч. Вот, кстати говоря, ройал матч – одна из таких топовых игр, в которой очень хорошо прослеживается мета. Ну, давайте пару слов я вот хотел параллельно что-то с вами еще сказать, что вот, с одной стороны, кажется, на первый взгляд, это очень простая игра, но когда мы только начинаем, ну, когда мы, вернее, глубже погружаемся, мы видим, что в ней просто бесконечное количество контента, метамеханик и так далее. И поэтому, если вы вообще хотите внедрять в свою игру метамеханики, то обратите внимание на документ, который есть вот на Reddit, ну, в принципе, и на Discord, энтузиастов по этой игре. У них там собраны огромные таблицы, файлы с прогрессиями в метамеханиках, которые существуют в Legend of Slime. Я очень советую, рекомендую, там просто кладясь, в общем-то, знаний и бесконечных таких вариаций разных метамеханик. И вот, что стоит теперь сказать про механики в Royal Match, метамеханики в Royal Match. Действительно, там тоже достаточно показательные метамеханики. Вот мне очень понравилась, например, механика, там она называлась «Скрытый храм», когда мы получаем ивентовые вот такие кирки, кирками мы разбиваем квадратики и, в конце концов, обнаруживаем драгоценные камни. Эти драгоценные камни мы потом вставляем для того, чтобы открыть ворота, и, собственно, каждый новый уровень ворот нам дает новую награду. Это такая, в принципе, достаточно, наверное, новая даже в какой-то степени механика, которая позволяет тоже увеличить вовлечение. Она интересна. Естественно, есть механики коллекций, когда просто за, скажем, игровое время конвертируются в какой-то дополнительной ачивки, дополнительный контент. То есть мы просто чем больше мы играем, тем больше нам дается вот этих коллекционных карт. Естественно, эти коллекционные карты мы тоже можем, собственно, ну как-то монетизировать при желании, тоже давать какие-то наборы платные. Но что самое тут интересное, это то, что в Royal Match не стесняются совершенно запускать ивенты, множество ивентов в одно и то же время. То есть если мы посмотрим на главный экран, видите, как много вот этих вот иконок этих ивентов. И они запускаются друг с другом одновременно, тем самым как бы усиливая себя и позволяя, в общем-то, увеличить время сессии. Ну, что больше всего мне нравится в игре Royal Match, есть механика, такая линейка наград, что называется. Вот если вы видите, там пропеллер сверху и такая, в общем, зеленая, зеленый прогресс бар. То есть, собственно, это обновляемые награды, да, за игру, там, за прохождение уровня. Мы получаем эту ивенту какую-то валюту, получаем прогресс в этой линейке наград. Ну, например, мы выиграли в первый раз и получили дополнительные бонусы на 10 минут. Как вы думаете, что произойдет, когда эти 10 минут закончатся? Вот мы будем играть дальше, 10 минут пройдет, они закончатся. Ну, и следующим шагом, естественно, через 10 минут мы просто-напросто в этой линейке наград получим следующий бонус. И таким образом, то есть мы захотим еще этот бонус тоже использовать и еще поиграть 10 минут. И так далее, и так далее, и так далее. Таким образом мы увеличиваем, в общем-то, время сессии игрока и вовлечение, собственно, в игровой процесс. Друзья, я вас поздравляю и себя тоже. Мы с вами подошли к самой интересной части, наверное. Спасибо. Сейчас, да? Да, нам пригодится микрофон, безусловно. Мы дошли до части, которая называется «Воркшоп. Придумай ивент мобильной игры». Собственно, с чего он будет состоять? Нужно будет представиться, назвать ивент, который вы придумали, как бы его название сказать. Потом назвать мобильную игру, которую вы хотите придумать, этот ивент. Эту мобильную игру не надо долго описывать, просто основной геймплей. Например, в матч-3, в холмских кейпс, это составление фишек в ряд и, собственно, таким образом достижение целей уровня. В каком-то леджетном слайме, это, собственно, борьба с врагами в автоматическом режиме и прокачка параметров слайма. Далее вы говорите про свой ивент, который вы придумали. Отвечайте на вопрос, в чем суть этой метамеханики, которую вы придумали. Какие цели мы ставим перед, собственно, разработчиком. Каких целей мы достигаем. Какова длительность ивента. То есть день, два, три, неделя. Какую награду получит игрок в итоге. И как настроить сложность прохождения ивента. То есть она может быть линейной, может быть экспоненциальной. Может быть в каком-то месте будет кульминация, потом пойдет сложность на спад. Это тоже вы определяете. Ну и в принципе, у нас сколько времени осталось примерно? Отлично, полчаса. Ну да, отлично, 25 минут. Тогда нам, если по две минуты мы будем пытаться стараться уложиться, то примерно 10 человек мы сможем выслушать. И ввиду того, что у нас уже времени остается не так много, если кто-то может быть сходу так готов, то мы можем даже начать. Так, единственное, я хотел спросить у организаторов, а у нас нет флипчарт, где бы что-то можно было записать? Ну, боюсь, что сейчас. У вас есть? А? А, вы готовы? Да, но флипчарта нету. Ну давайте, нету, да, флипчарта? Нет. А, там есть все-таки. О, точно. Сейчас, секундочку. Есть, есть. Все, есть. Так, ну тогда, чтобы побыстрее, побольше можно было опросить. Начинайте. Всем привет, меня зовут Евгений, я работаю геймдизайнером на MMORPG. И ивент состоит из очень большого количества механик. И одна из... Евгений, а вы выходите прямо сюда. Да, хорошо. Давайте я начну сразу с новой механики. То есть, ну, для начала все же объясню, из каких механик состоит ивент. Механика подземелья, где игрок может сражаться с противниками. Ивентовая лавка, батл пасс, разные офферы, дейлики, ежедневные подарки. То есть, дейликами я называю ежедневные ивентовые задания. Ежедневные подарки, события. Игрок возвращается, получает бесплатные подарки. То есть, работаем на удержание, на ретеншн. И также есть квестовые задания в Таверде, где игрок может получить регулярную ивентовую ценность. То есть, это те ценности, которые можно получить только во время ивента. И они останутся с игроком навсегда. И также есть еще механика крафта, где игрок может скрафтить имбовую ценность. И нагибать игроков только во время ивента. Ну, еще, может быть, какое-то время после ивента. Так, это ивент описал и его механики. И сделал, как я считаю, так сказать, ввел новую метамеханику. Она заключалась в следующем. То, что я на игроков провел конкурс. То, что в подземелье появляется новый секретный степ. Чтобы найти его, необходимо использовать прибор, который игрок должен скрафтить. И на форуме написать вариации. Типа, сколько есть вариантов этого события. То есть, как найти этот секретный степ. Типа, что нужно сделать. Ну, и, соответственно, какие есть вариации. И решение было в следующем. Что есть три варианта. Игрок может самостоятельно, если он играет единолично, найти один вариант. Но, чтобы раскрыть все варианты, ему необходимо играть коллективно. То есть, найти себе друзей. Либо в гильдии. То есть, у нас тоже есть такая механика в игре. И, соответственно... Уже, поздно, желательно. Заканчивается? Да, достаточно. Вот. И, соответственно, это как раз была метамеханика, направленная на изучение, так сказать, может быть, экспедиции этого самого подземелья. И исследование. И в итоге в награду игрок получал имбовый облик. То есть, ну, не то что имбовый, а облик имбового сета, который многие игроки формят и хотят заполучить. Как ваш ивент можно назвать? Этот ивент назывался «Предвестник тьмы». «Предвестник тьмы?» Да. Окей. Хорошо. Все у вас? Ну, по сути дела, да, все. Это вот как раз, так сказать, самая метамеханика. Давайте тогда следующее. Спасибо большое, Евгений. Большое спасибо. Кто еще поднимал руку? Выходи. Пойдем. Я уже просто игра, уже есть. А, ивент, я не готов. Рассказывай тогда. Давай. Здравствуй. Как тебя зовут, расскажи мне. Меня зовут Черницев Даниил. Я разработал игру «Смешарики». Ивент будет называться «Пасха». Он будет активен в дни Пасхи. Ага. Чтобы играть в игру «Смешарики», мы выбираем персонажа любого. То есть, например, Каркарыча. Заходим в него и проходим уровень. На телефоне он регулируется наклоном телефона. А на компьютере клавишами «ВСДА». А в ивент за прохождение определенного лабиринта будут даваться яйца. И чтобы открыть ивентовые персонажи, то есть еще один лабиринт, надо собирать эти яйца. И разблокировать этого персонажа. И заключается у нас фишка в этой игре в том, что за прохождение лабиринта вы получаете код от персонажа в реальной жизни, который находится в индивидуальной коробке. И когда вы вводите этот код, вы достаете эту фигурку, и потом можете ее раскрасить. А вот ивентовые персонажи, во-первых, они будут продаваться в определенное время, и во-вторых, от них будет индивидуальный код, то есть жиле-код, который будет определенным. Понятно. Все? Спасибо большое, Даниэль. Как давно ты занимаешься, кстати, разработкой игр? Да. Давно? Ага. Ну, после выступления я сюда посмотрю. Спасибо большое. Кто еще? Который очень крут. Прям вообще класс. Да. Кто еще хочет поделиться? Так, вот там вот раньше. Выходи быстрее. Да, выходите. Надо успеть нам. У нас после этого еще здесь розыгрыш. Ну так, Андрей, для игры какой-то тут неопределенной, просто для концепта. Взять, к примеру, игры с какими-нибудь наградами, которые могут выпасть в случайной редкости. Там редкая, сверхредкая, ну, мифическая, эпическая, легендарная, к примеру. И вот как бы всем хочется получить же легендарные предметы, к примеру. Но суть этого ивента будет наоборот, чтобы получать как раз редкие предметы, то и заполнять шкалу, ну, можно сказать, с наградами. Там за определенное количество редких предметов будет дополнительный буст. Там может дополнительный, ну, двойные эти бусты, там, возможно. А, будет у тебя голосовать зрители? Ты, наверное, сказал. Ага, так. Ну и в конце может там выдастся, ну, в то, может, там чуть больше этих случайных предметов, чтобы игроки могли насладиться этим. Сложность, наверное, будет в том, что, ну, в самом количестве этих предметов и ограничения в днях. Ну, как-то так. Интересно, а как называется твой ивент? Как бы ты его назвал? Честно, не знаю, просто это. Что-то подумал как-то это. Я его с названием не придумал еще. Ну, хорошо. Окей, в будущем будет название. Спасибо. Хорошо. Следующий. Кто еще готов? Те, кто готов, можете поближе присесть, чтобы сразу же уже можно было выходить. Идем по времени. Добрый день, добрый вечер. Сколько время? Меня зовут Алексей. Представьте себе, по сути, тетрис. Только как бы, ну, сверху падают такие, как бы, торты, пироги такие, да, вот, коржи, как бы, да, вот, в общем. И в какой-то момент в игру, вот, в экран влетают мухи. Нужно их отлавливать. То есть, это как бы дополнительная игра. То есть, вы, как бы, одновременно, получается, должны укладывать, получается, рядами коражи, вот эти. То есть, когда они так же заполняются, пропадают. Вот. Но вам при этом еще мешают, как бы, ну, дополнительные вот эти, ну, насекомые, которые, получается, садятся на пироги, да, на торты. И в случае, если, как бы, вы успеваете всех снять, то, получается, ваш рекорд очков увеличивается в два, в три раза, может быть. Если вы этого делать не успеваете, то, получается, как бы, заведение ваше, ну, штрафуют, где вы работали, вы ничего не получаете. И, ну, все. То есть, как бы, при выполнении ваш счет увеличивается в два раза, при провале вас штрафуют. Классно. Спасибо. С нарративом. Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Меня зовут Михаил. Я придумал ивент для своей собственной игры. Называется Wintercraft. Это выживание в зимнем лицу от первого лица. Мобильная игра. Там можно собирать ресурсы, еду, охотить на животных. Можно крафтить костер, укрытие, строить дома. И, в целом, это такой сюжетный выживач. То есть, мы продвигаемся по локациям. Какой ивент я придумал? Я придумал ивент, который называется «Элитные животные». Пройдусь по вопросам. В чем суть механики ивента? В нашей игре можно охотиться на животных. Соответственно, животные могут быть птицы, олени, волки, медведи. То есть, опасные и безопасные. Ивент заключается в том, что каждый день спавнится на одной из локаций элитное животное. Оно немножко подсвечено, оно немножко по-другому выглядит. И на него нужно охотиться. Какие цели мы достигнем? Мы увеличим playtime за счет того, что игрокам нужно обойти все локации, найти элитное животное и подстрелить его. Сейчас я подумал, что это немножко похоже на элитных животных из Red Dead Redemption 2. Но там у нас есть заранее отмеченное реал обитания, а здесь мы его не знаем. Какова длительность ивента? Вообще она ограничивается количеством разнообразия животных, например, 7 дней. Какую награду получит игрок? Он получит элитную шкуру или элитные ресурсы с этого животного, на которые он может скрафтить какое-то элитное снаряжение. Как настроим сложность прохождения ивента? Тоже очень просто. Сначала будут легкие животные, доступные, потом волки, потом медведи, которые для нас уже предоставляют угрозу. То есть их не только просто найти, но их еще нужно и победить. Все. Отлично. Спасибо большое. Кто еще готов? Вперед. Здравствуйте, меня зовут Асхат. Как правильно написать? Асхат. Спасибо. По идее, механика подойдет для любой игры с ПВП, боями. В чем суть механики ивента? Для начала названия. Шпионы и разведчики. Спайс энд скаутс. Перед нападением мы можем нанять шпионов. Может быть это за внутреннюю валюту или за реал. Но для успешности выполнения целей, а целью будут выкрасть, усиление или провести диверсию на базах врага, успешность будет выполняться, например, теми же три в ряд. Или докупать бустами. Также параллельно будут разведчики, которые будут ограничивать атаки, усложнять, защищать вашу базу. Вот в целом все. Интересно. То есть, по сути, механика позволяет увеличить шансы на победу, но тем самым, чтобы эти шансы поднять, тебе все равно придется войти в игру и поиграть. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Так, еще руки. Вперед. Сколько у нас еще остается времени? У нас еще достаточно. Еще 10 минут точно можем. Отлично. Спасибо. Так, всем привет. Меня зовут Евгений. Ну, пройдемся сразу по вопросам. Назовите мобильную игру. Но, скорее всего, это какая-то матч-3 игра будет, где мы будем три в ряд собирать. Придумайте ивент для этой игры. В чем суть механики ивента? Это будет что-то казино подобное. Мы будем играть на азарте игрока. Он будет собирать валюту в процессе игры. Мы будем либо ставить ему какие-то задачи, либо просто за удачное прохождение уровня выдавать ему валюту. И за выданную валюту он будет покупать возможность кинуть либо кубик, либо дернуть какую-то ручку казино, автомата. И в зависимости... Ну, скорее всего, это будут кубики. По крайней мере, у меня в голове это кубики. И в зависимости от выпавших кубиков он будет продвигаться по глобальной карте ивента. И у него будет шанс попасть на какую-то награду для него. К примеру, это будут бусты или донатная валюта. К примеру, так. Какие цели мы достигнем? Ну, игрок будет, по крайней мере, в моем представлении, хотеть переигрывать в этот ивент, постоянно кидать какие-то кубики. И также он будет стремиться к хорошему прохождению уровней, чтобы получать эту донатную валюту, которая будет идти только в ходе этого ивента. Какова длительность ивента? Скорее всего, это какой-то сезонный ивент, приуроченный к какому-то событию. Какую награду получит игрок? Ну, я уже сказал, что это какая-то донатная валюта или какие-то бусты для того же матч-3. А вот как настроить сложность прохождения ивента, я не придумал. Но, скорее всего, это будет что-то рандомное. То есть это не зависящее от игрока. Как раз-таки на элементе азарта. Спасибо. А как бы ты назвал свой венд? Вот это я не знаю. Казино? Казино пусть будет. Большое спасибо аплодисменты. Так, ребят, кто еще хочет высказаться? Ну? Давай. Да, я на что не претендую. Просто это. Меня зовут Петр. Пусть наш ивент называется «Восхождение». Допустим, так. Для игры, скажем, Homescapes. Это основа матч-3. Плюс у нас дополнительная сию метамеханика. Это декорирование какое-то там своего разное. Вот. И мы будем использовать все механики Homescapes. Вот. В чем суть механики? Мы создаем игроку дополнительную возможность пройти цепочку миссий. Эта цепочка миссий игрок должен будет пройти за раз. То есть, проигрывая в ней, он должен будет проходить ее в самом начале. На один заход он будет тратить стандартные сердца. Условно. Те же самые. В той или иной пропорции. Это нас вообще. То есть, как хотим, так и настроим. Проходя эту цепочку, игрок будет получать валюту. После каждой миссии. Количество валюты будет настроено экспоненциально, чтобы за первый уровень игрок получал очень мало валюты. А дальше, чем дальше, тем больше. Мы можем также, для того, чтобы игроку сделать условную поблажку, дать разрешение выйти на определенных уровнях из этой цепочки заданий, чтобы сохранить эту самую валюту ивентовую. Опять же, можно посчитать так, чтобы игрок, например, каждый раз сохраняя валюту, не получил достаточно много. И награду игрок будет получать через специальный ивентовый магазин, в котором мы, опять же, настраиваем количество призов. Их стоимость такой, чтобы игрок, играя в рамках, кстати, недели, мог только активный игрок, заходя в этот режим и отыгрывая несколько условно раз прохождений, мог заработать на все предметы. То есть, примерно мы делаем так, чтобы игрок максимально активно участвовал в рамках недели для того, чтобы заработал все награды. Для общего интереса для развития механики можно на каждую миссию вешать условные бафы или дебафы. То есть, например, у нас бомба отыгрывает два раза, либо вообще без бомб, либо что-нибудь еще. То есть, опять же, игрок будет мотивирован и как покупать жизни, так и покупать различные бусты для прохождения этого ивента. Здорово, здорово. Причем? Спасибо, спасибо. Так, ну еще лес рук давайте. Кто? Ну давайте, кто-нибудь еще придумайте. Нет, я думаю, что одна. Да, я тоже так думаю. Обязательно. Так, можно уже пройти, могу я что-нибудь сказать, если надо. Если есть желание. Да, можно, давайте попробуем. Так, время пошло. Представьте, так, меня зовут Павел. Назовите свой ивент, я еще не знаю, как он называется и в чем его суть, поэтому потом назовем. Так, мобильную игру, которую, кратко опишите, Кер Геймплей, давайте возьмем какой-нибудь три в ряд про моряков, допустим. Придумайте ивент для этой игры, ответив на вопросы. Нам же нужен мета-евент, да, получается, мета-механики. Да, получается, что, допустим, мы хотим, чтобы игрок у нас приходил в вечернее время, чтобы вот как раз после работы, ну и таким образом, мета-метамеханикой, мы его хотим приучить к определенному расписанию. Значит, это будет вечерняя русалка. Вот название как раз появилось. Значит, в игре в тревер-ряд мы делаем ивент с другой механикой, это, допустим, ловля рыбок. Два игрока плавают на лодочке, там, ну, какой-то мэтчап, получается, между ними, и ловят рыбку. И среди этих рыбок есть русалка. Какие цели мы достигнем? Так, нужно поймать русалку, получается, закидывая удочку. Какие цели мы достигнем? Получая эту русалку, игрок, который быстрее ее поймает, получит ее карточку. Она, во-первых, коллекционная, во-вторых, буст дает какой-нибудь. Какова длительность ивента? Давайте сделаем это семидневным ивентом с повышающейся сложностью. То есть есть понедельничная русалка, вторничная и крутая, там, пятничная русалка. Награду, так вот, получается, это карточка русалки. И можно будет еще сделать какой-нибудь сезонный ивент. Это хэллоуинская русалка потом, ну, как в рамках расширения. И сложность экспозиционально понедельничная, такая ленивая русалочка, а пятничная, ух, крутая, сложно ее поймать. У нее там какие-нибудь механики появляются интересные. Она чернильное облако пускает или что-то такое. Круто. А я не поставил таймер. Я надеюсь, что уложился в две минуты. Нет, это звучит. Все, тогда продолжаем, получается. Да. Или, а, вот, вот таймер как раз. Да, друзья, ну что ж, все, кто хотел, наверное, выступил, да? Давайте с вами голосовать. Так как нас здесь достаточно немного, я думаю, что механика для голосования будет проще, если мы сможем поднять руку один раз за того, кто вам понравился. Я буду их по очереди называть, всех участников. Собственно, участник тогда, чтобы было нагляднее, как-то пристаньте, можете, ну, в общем, показать себя, там поднять руки. И, собственно, я потом посчитаю, сколько человек. Если можно, мне в этом тоже можно помочь. Да, вот я и хочу подождать. Ну, давайте. Первый был у нас Евгений с ивентом «Предвестник тьмы». Аплодисменты, во-первых, ему еще разочек. А, во-вторых, руки за Евгения. Нету. Ничего страшного. Фиксируем. Ну, фанаты в будущем появятся. Вторым был у нас Даниил с его ивентом «Пасхел». Надеюсь, правильно. Огромные аплодисменты и… Так, посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. А я думаю, считать дальше уже не стоит. Круто. Ну, это большинство, действительно. Нет, ну, всем же, интересно. Ну, интересно, да. Давайте пойдем дальше. Андрей с ивентом, название которого он еще придумает в будущем. Андрей. Андрей, где? Вот. Вот Андрей сзади у нас. Один. Два. Два. И три даже, по-моему. И даже три. Три человека, три преданных фаната Андрея. Следующим был Алексей с ивентом. Ну, я, как позволил себе, назвать его «Тетры с тортами и мухами». С тортами. Так, один, два. А обозначьте себя. Один. Сам, сам, Алексей. Три человека. Три человека, да. Так. Хотят, наверное, перекусить. Так, Михаил с ивентом «Элитные животные». Ага, вот Михаил. Так, помним, что по одному разу только руку поднимаем. Да, да, да. Это и давайте поднимаете, кто еще не поднимал. Получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять. Девять, да. Отличный результат. Следующим у нас выступал Асхат с ивентом «Шпионы и разведчики». Аплодисменты еще раз. Давайте, те, кто выступал, аплодируем им, но ноль получается. Так, следующим был Евгений с ивентом «Казино». Аплодисменты Евгению и… А, только один раз можно. Классно. Давайте запишем. Хорошо. Да, ивент классный. Следующим выступал Петр с ивентом «Восхождение». Петр, покажись нам. Петр, аплодисменты Петру. Один. Ну, там было накручено много метамеханик. Я помню, я запомнил. И следующим у нас выступал Павел. Казалось бы, кто это, да? Вечерняя русалка. Павел, покажись. Я здесь. Хорошо, спасибо. Свои люди взяли. Это у нас 4, 5 человек. 5 человек. Здорово. Ну, друзья, все наглядно, да? Все видно, все честно. Давайте поздравим нашего победителя. Победителем самился Даниил. Даниил. Тебе вручаем книгу. Вот Скотта Роджерса «Level Up. Руководство по созданию классных видеоигр». Надеюсь, что тебе она пригодится. Она большая. Длинная. Может быть, вы будете читать всей семьей вместе. Так что поздравляю тебя. Делай классные игры. Громче, громче аплодисменты. Молодец. Друзья, да, сейчас хотелось бы немножко подвести итоги того, что у нас сегодня происходило. В общем-то, действительно, мое выступление и наш воркшоп замечательно подошел к концу. Мы с вами проговорили про рынок мобильных игр, про то, что такое метамеханики, метаигра. Поговорили о том, какими бывают метамеханики. И провели вот замечательный воркшоп. Я надеюсь, что это поможет вам как-то осознать, о чем думать при создании мобильных ивентов. О том, что цели, конечно, должны преследовать прежде всего при разработке именно разработчики этой игры. И я вам хочу пожелать, чтобы вы разработали классные игры. Надеюсь, мы с вами будем встречаться чаще, и наша игровая индустрия будет развиваться. Спасибо вам большое, друзья. Огромное спасибо, Юрий. Громкие аплодисменты. Подписывайтесь на мой канал «Трактика геймдизайна». Там вы тоже встретите своих единомышленников и коллег. Спасибо.